Если вы решили посетить Уэльс, то помимо красивых загородных пейзажей, всяких прикольных животинок и прочих прелестей, которые предлагает эта местность, вам обязательно нужно посетить достопримечательность под названием Four Waterfalls, то бишь четыре водопада. Да-да, здесь действительно четыре водопада находятся в пешей доступности друг от друга. Если вы решили проехаться к водопадам, к вашим услугам есть четыре парковки. Первая это которую мы только что покинули, Гуаун Хепст или не знаю как это произносится. Вторая это зелененькая елочка, вот это Four Waterfalls Car Park. Четвертая это в самом низу Small Car Park. И третья, которая почему-то не указана на карте, это как раз где у нас заканчивается вот этот красненький маршрут. После заправочной станции не доезжая до Small Car Park. Вот эти два последних паркинга являются самыми удобными, потому что как раз за Small Car Park с левой стороны находится дорожка к водопадам. А это я нахожусь около первого водопада сверху. Сразу хочу предупредить, спускаться здесь всего лишь пару метров, но дорога очень и очень скользкая. Польская. Именно поэтому тщательнее выбирайте обувь перед поездкой. Кстати, дорожки к другим водопадам будут намного круче и дольше. Это вид около, если можно так сказать, самого подножия водопада, потому что водопад невысокий. Тщательнее. Это вид на зарплату. asti Продолжение следует... Водопад, если вы заметили, напоминает две огромные ступеньки. Это вид на его середину, так сказать. Дорожка от первого водопада ведет почему-то сразу к четвертому водопаду, название которого вы сейчас видите на экране. Хоть убейте, не знаю, как это правильно читается. Честно вам сказать, это, наверное, самый крутой из этих четырех водопадов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... От четвертого водопада дорожка ведет к третьему. Сгод и Паннорли. Господи, как это читается. Он, конечно, менее зрелищный, чем второй, но тоже очень даже достойный. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Замечательно то, что от третьего до второго водопада идти достаточно недолго, минут 10 может быть. Хотя то, что вы видите на экране, это не сам водопад. Мы до него не дошли, потому что нам попалась очень-очень длинная очередь, которую вы сейчас можете видеть перед собой. Вот эта дорожка, которая ведет к водопаду, одна из наихудших на маршруте. Другие, конечно, получше, но очень-очень длинные. Отличным бонусом к нашим четырем водопадам является еще один водопад Хеннерхуд Фоллс, который находится менее чем в 8 милях от нашей парковки. Минусом здесь является то, что приходится ездить по вот таким вот, прости господи, дорогам. Этот водопад, кстати, являлся местом съемок фильма «Бэтмен. Восхождение темного рыцаря». Как раз за толщей воды находилось пещерожилище Бэтмена. Похоже, да? На парковке у водопада, кстати, было полно свободного места. Спуск к водопаду достаточно крутой, но на обратном пути есть такие хитрые дорожки, которые могут вывезти вас на шоссе, то есть вам не придется идти в гору обратно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создали многое предусменности. Субтитры создавал DimaTorzok «Бэтмен». Субтитры создал DimaTorzok «Бэтмен» «Бэтмен». Продолжение следует... 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 Продолжение следует...